Ну что ж ребятки, я вас всех приветствую в этом ролике. Я хочу проверить заработок. Как вы видели, вышло обновление, рейсы новые добавили, то есть по идее заработок должен увеличиться. Но увеличился он или нет, мы сегодня в принципе это проверим. Я надеюсь максимально вашу поддержку. Ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Выйди промокод полканов на любом сервиске до 5 уровня. За нём получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж ребятки, насчёт скилла. Скилл у меня как бы не максимальный, я это прекрасно знаю, понимаю. Как бы максимальный скилл это 120, который сейчас можно вкачать. То есть по факту да, я буду работать не на максимальном скилле, но мы просто в конце 100 тысяч прибавим как бы эту разницу. Время у нас 19.48, ну почти 49, то есть в 20.49 мы должны будем в принципе закончить нашу работу. Я на самом деле не знаю сколько у меня получится заработать, то есть обычно, когда я записывал видео, я там зарабатывал ну 800 тысяч за час. Ну плюс минус там 800, 900 тысяч за час я зарабатывал как бы на сотом скиле. Но сейчас у нас как бы рейсы будут побольше. Ах да, кстати на красный я да, проезжаю, мы это тоже потом учитывать будем. В принципе я уже 3 красных ставил как бы вообще спокойно. Но я не люблю просто стоять на красном, то есть ну я в основном так и езжу. Потому что зачем стоять на красном, если вы за рейс получаете 50 тысяч, понимаете? То есть вы там проехали на 10 красных, заплатили 30 тысяч и всё. Я честно не могу даже предположить, потому что на самом деле заработок всегда на доля больше как разный. Всё зависит в какое время ты работаешь. Всё зависит в какое время ты работаешь, какие рейсы есть, есть ли спрос там и так далее. То есть от этого очень много тоже чего зависит. То есть сейчас я работаю, через 8 минут закончится спрос, понимаете? А если бы я катал бы весь час со спросом, я бы мог заработать больше. Какую-то фиксированную сумму вы не получите. Вы можете заработать как и 700 тысяч за час, так и миллион, понимаете? То есть именно ровную сумму вы никогда не сможете заработать. Потому что где-то спрос, где-то рейсы лучше, а где-то вам повезло, вы проехали на зелёный там и так далее. То есть всегда всё по-разному. И какой-то фиксированный заработок вы не получите никогда просто на долябойщиках. Я работаю на газоне, фул зелёный, то есть третий чип, нитро, аудио, стробоскопы. То есть максимально заряженная фура для работы. Не знаю, вроде бы и он выехал навстречку, вроде бы и я выехал навстречку. Но в любом случае я как бы извиняюсь. Я думаю, ничего страшного. То есть видите, вот, я въебался, уже время потерял. Как минимум одну минуту я уже потерял. Не предусмотришь, понимаете? Всегда всё по-разному. Разные люди, разные маршруты, разные рейсы. Вот это, конечно, минус то, что я, наверное, селку не подчинил. Вот это я, конечно, бармалей пиздец. Не, ну в 83 в принципе, бля, более-менее нормально. Но была бы 95, было бы, конечно, получше. Так, вот я взял ещё один 115 рейс. 115 скилла, 61 тысяча. То есть видите, как бы, да, вот по сумме именно заработок поменялся. Но как оно получится за час, я, честно, сам даже не знаю. В идеале, вообще, было бы заработать где-то лям. То есть лямчик было бы прям красиво. Потому что обычно, как бы, можно заработать там 700, 800, 900 тысяч. Потому что появились новые рейсы, нового скилла. 105, 115, 117, 120. Мне ещё на заправку привезло заехать. Просто, блядь. Блин, отсылку чинить на газоне, это реально проблема. Потому что у меня дом в Батырево. То есть, ну, прикольненький домик такой, рядом заправочка, рынок. Был раньше, да. Кстати, там рынка теперь нету, блядь. А как бы дом обычный, я отсылку не могу чинить. Вот чём проблема. Могу чинить только в СТО. Вначале, как бы, у меня СТО уже нету, понимаете. И чиниться в СТО уже стало не так выгодно, как чиниться, допустим, в коттедже. 115-й скилл. Да ты ж, общая красота. 55 тысяч. Южные лесорубы. Вот такие рейсы, мне реально по кайфу просто. Хорошо то, что не все ещё вкачали 115-й. Как бы 110-й скилл у многих есть. А вот 115-го уже, как бы, мало у кого есть. Поэтому, можно реально, более-менее, пока что, спокойно просто брать такие рейсы. Здесь у нас нету топлива. Это просто великолепно. О, у типа просто закончилось топливо. Блядь, у него топливо... А, блядь, он, короче, отпитался той заправкой, которая там у въезда. В ней закончилось топливо, и у него закончилось топливо. Так, канистра, да, канистра использовать. Всё, отлично. Да, ещё две канистры у него, в принципе, есть. Так что, всё как бы отличненько. Тем временем, мы за 20 минут заработали 270 тысяч. То есть, в теории, мы можем реально лям заработать. Но это в теории. Как оно будет на самом деле, я не знаю. То есть, 20 минут, всё, бака нету. То есть, у меня бака хватает на 20 минут. То есть, мне ещё нужно будет в два раза заправиться. Это в любом случае. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, ребятки, я, получается, довожу уже последний рейс. То есть, час уже прошёл. Я, как бы, вёз, немножко отвёкся. Ну, в принципе, ну, почти ровень-ровень, там, 20 секунд. Немножко я опоздал. Как бы, результат я вам показывать сейчас не буду. То есть, я сейчас специально скрыл, чтобы вы ничего не видели. Но я, на самом деле, удивлён. То, что я ожидал, на самом деле, большего. То есть, в принципе, мы заработали обычный стандарт. Но имейте в виду то, что был бы спрос. Было бы меньше аварий, потому что я все ремки потратил. Люди просто, не знаю, разучились ездить. Тем более, был бы ещё x2 спрос. А, как мы знаем, x2 сейчас вроде бы нету. Поэтому можно зарабатывать реально больше. Но мы, как бы, работали, старались. И, как бы, заработали тоже неплохую сумму денег, которую я вам чуть позже покажу. Сейчас мы берём благополучно, оплачиваем штрафы. И смотрим ту самую сумму, которую нам удалось заработать за час. То есть, в принципе, сумма там довольно-таки нормальная. То есть, 43 тысячи мы, как бы, потратили, да. У меня, как бы, там штрафов было очень, на самом деле, много. И момент истины, ребята. Как вы думаете, сколько я смог заработать? Я смог заработать за час почти 800 тысяч. И вы скажете, а в чём тогда разница, если ты говорил то, что можно зарабатывать там на сотом скиле 700-900 тысяч? Да, можно. Это реально, как бы, это не раз было проверено, показано и доказано. Каждый раз всё меняется, ребята. В вас могут врезаться. Может быть, не быть хорошего рейса. Нету спроса там и так далее. То есть, каждый раз заработок разный, как я ему говорил. То есть, мы заработали, давайте окурим, 800 тысяч. Прибавляем 150 тысяч. Итого, на 120-ом скиле мы могли бы заработать 950 тысяч. Теперь можно было получше поехать на заправку. Потому что мне бензина хватило как раз ровно на час. Каждые 20 минут мне приходилось заправляться. Золотая середина это 700 тысяч. Ну, всё зависит тоже от того, как вы будете ездить там и так далее. Но, я думаю, вы меня понимаете. Было бы, конечно, неплохо. Если можно было нормально зарабатывать от 1 миллиона до лям 300. Это было бы шикарно. Но, к сожалению, что есть, как бы, то есть. Как бы, жаловаться не будем. И так, для нас добавили новые скиллы. То есть, новые рейсы. Поэтому, в принципе, и так всё хорошо. Ну, что ж, друзья, горяботяги. На этом я буду ролик заканчивать. Как бы, факт, что заработок не поменялся. С виду, заработок не поменялся. Но появилось больше интересных рейсов. Я, на самом деле, хочу проверить. Возможно, покатать час именно короткие рейсы. То есть, максимально короткие рейсы покатать. И посмотреть, сколько можно заработать. Потому что, я в основном катаю всегда на скилл. Потому что, я хочу качать 120 скилл. То есть, заработок меня мало интересует. Короче, братва, не буду много, как бы, разговаривать. Много рассказывать. Вы всё видели. Заработок не отличается. Но я вам объяснил, почему. Повторять не буду. Я думаю, так всё понятно. В любом случае, Дально сделал лучше. Потому что, появились новые рейсы. И появился стимул качать скилл. А это, я считаю, самое главное. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому, заходите, смотрите. И начинать играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока.